Знаешь, я миллионы лет на всех орбитах планет искал. Всем большой приветик! Сегодня я снимаю незапланированное видео. Это видео, скажем так, не входило в мои планы, но так как вчера я купила два средства, которые мне очень сильно понравились, именно поэтому я решила все-таки снять это видео. Я абсолютно вас не агитирую покупать эти же средства, просто они действительно мне очень сильно понравились, но это же, конечно, не факт, что понравится вам. Ну, я просто в этом видео хочу вам это показать. Первое средство – это основа под макияж. Я никогда не пользовалась основами под макияж, конечно же, я знала о их существовании, но у меня их никогда не было. И вот вчера я твердо решила, что мне надо купить основу под макияж. Я смотрела в разных магазинах, в разных марках, но, скажем так, ничего себе и не подобрала. И поэтому я решила зайти в магазин белорусской фирмы, который называется Белит Элит Экс, наверное, уже все знают эту фирму, и посмотреть себе что-нибудь там. И, в мой взгляд, там привлекло одно средство. Оно вот в такой вот упаковке, стоит оно в пределах 100 рублей. Это средство называется For You. Это средство предназначено специально для молодой кожи. Именно поэтому оно меня и привлекло. Это основа под макияж. Там у них она есть в двух видах. У них есть, которые питают кожу, по-моему, увлажняют в течение дня. И другое средство, которое купила я, которое выравнивает текстуру кожи. Это средство, оно очень сильно похоже на крем. Такой просто обычный белый крем. Но оно очень быстро впитывается. Несмотря на то, что сначала оно такое немножко жирноватое, но потом оно буквально в течение нескольких секунд впитывается полностью в лицо кожи. И после этого уже можно наносить там крем или тональный крем или пудру. Могу сказать, что этим средством я пользовалась сегодня. Мне оно очень сильно понравилось. Оно действительно выравнивает кожу, несмотря на свою такую дешевую цену. И, кстати, макияж довольно-таки держится лучше. Мне показалось, что даже пудра наносилась как-то, скажем так, более равномерно, нежели просто обычно. Потому что тональными кремами я не очень сильно, как бы, редко пользуюсь. А вот эта вот основа под макияж мне очень сильно понравилась. Пудра с этой основой просто очень хорошо ложится. И, кстати, мне понравилось то, что она выравнивает текстуру кожи. То есть действительно это так. Вот это средство я могу, в принципе, порекомендовать. Хотя, конечно, смотрите сами, может вам и не понравится. Но оно стоит очень дешево, поэтому даже если вы его купите, даже если оно вам не понравится, будет ничего страшного. Но я думаю, что оно должно понравиться. Как я уже сказала, там есть два вида, поэтому можно выбрать то, что вам надо. Либо увлажнение, либо выравнивание кожи. Вот я выбрала выравнивание, так как кожа у меня далеко не идеальная. Вот очень много проблем с кожей. И этот средство мне очень понравилось. И следующее, то, что я купила, это пудра для лица. На самом деле у меня уже есть две пудры, вот таких. Одна пудра от Maybelline, это Affinitone, и другая Max Factor Creme Pup. Но Maybelline мне не очень нравится, я ей редко пользуюсь. А вот эта пудра от Max Factor Creme Pup очень-очень долгое время была моим фаворитом. Я постоянно, то есть одна пудра закончится, я иду, покупаю опять лишь такую же. И номер 7, покупала один тот же. Это 55 Candy Glow. Вот такая пудра. Мне она очень нравилась, несмотря на то, что у нее такой запах, как бы специфический, многим он не нравится, этот запах. Но мне, как бы, в принципе, все равно, как-то я на этот запах особо внимания не обращала. Мне нравилось то, что эта пудра именно такое плотное покрытие. Но в последнее время она меня, скажем так, начала немножечко раздражать, честно говоря. То, что мне показалось, что она как-то заметна на лице, хотя раньше я этого не замечала. И вот вчера я решила прикупить себе новую пудру. Долго выбирала, на самом деле, потому что я пользовалась разными пудрами. Ну, кроме таких люксовых, например, там Dior, Chanel, конечно, я такими пудрами еще не пользовалась. Но вот всякими там L'Oreal, Bourjois, Fiberlic, Max Factor, еще чем-то, всякими вот этими пудрами я пользовалась. То есть ничего, как бы, мне особо не нравится, и поэтому вчера я тоже не знала, что выбрать. Но консультант в магазине, в котором я покупала, я покупала в L'Etoile, мне посоветовала такую пудру от Rimmel. Эта пудра называется Stay Made. Вот такая вот пудра, мне, я как бы не знала о том, как она, потому что, в принципе, от фирмы Rimmel у меня особо ничего и нету, кроме там помады и лака для ногтей. Поэтому я не знала, как будет эта пудра. Тем более там было только два оттенка. Был самый первый оттенок, и вот такой вот шестой, называется Varm Beige. Я взяла вот этот оттенок. На самом деле, сначала я думала, что ничего особенного. Думала, ну, какая-то дурацкая пудра. Стоила она 310 рублей, но с скидкой мне она обошлась 280 рублей. Но я все-таки решила ее взять. И, честно сказать, я не ожидала. То есть я думала, что будет просто обычная пудра. Просто решила попробовать. Но мне эта пудра очень сильно понравилась. Она такого вот бежевого оттенка, в принципе, мне она подошла. Конечно, здесь освещение не очень, но... Вот, в принципе, она мне подошла по цвету. Конечно, не идеально, но подошла. Но мне эта пудра понравилась очень тем, что она действительно не заметна на лице. У нее очень, как бы это сказать, такая нежная текстура, такая вот прям шелковистая. И когда наносишь ее на лицо, она абсолютно не заметна. Единственный, конечно, минус для кого-то может быть, то, что здесь нет ни зеркальца, ни пуховки. Но для меня это абсолютно не проблема, так как я, в принципе, если ношу с собой, то я ношу вот эту пудру. А дома, скажем так, и перед выходом на улицу я пользуюсь такими пудрами, которые наносишь кисточкой. Также эту пудру тоже можно наносить кисточкой. В общем, мне эта пудра очень понравилась. Она абсолютно незаметна на лице и неплохо мотировалась. Я на самом деле, конечно, сейчас у меня уже кожа, наверное, немножко блестит. Но я сегодня ходила с этой пудрой целый день. И, честно говоря, я ее ни разу не поправляла. Именно вот эту пудру, именно эту же пудру я ни разу не поправляла. То есть, вот, можно сказать, что целый день ходила с таким вот макияжем, с этой пудрой, и я стала довольна. На самом деле, в принципе, пудра дешевая, но мне нам понравилась хорошая пудра. И, ну, наверное, это было все. Такое спонтанное видео. Просто решила с вами поделиться своими очень-очень маленькими покупками. Если у вас есть какое-то мнение по поводу, возможно, вот этого средства, может, вы им пользовались, или мне будет интересно почитать ваше мнение вот об этой пудре, так как я на форумах читала, очень там по-разному пишут, кому-то нравится, кому-то нет, но больше кому нравится. Поэтому было бы интересно услышать ваше мнение, если вы пользовались этой пудрой. Поэтому оставляйте комментарии, обязательно почитаю, всем отвечу. И всем большое спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok